Здравствуйте, коллеги! Недавно я делилась видео, в котором рассказывала, как я вывожу на экран Pokemon задания своих детей, выполненные работы и любые изображения со своего компьютера. Делала это с помощью двух вариантов, но которые мне не очень нравились. Первый, основной, я использовала вот этот сайт, но он уже пару раз меня подводил. И если в этот момент он меня подводил у меня урок, а я хочу вывести какую-то работу, например, у меня ребенок сделал, и разобрать многочисленные ошибки, а он не работает, тогда я заходила к себе в ВК, в раздел файлы, сюда загружала изображение и вставляла его на Pokemon. Все бы хорошо, но только почему-то в наших через ВК, любой Facebook, любой социальной сеть, эти изображения через несколько дней пропадают. А бывает, что какой-то файл мы хотим использовать и в конце недели с другой группой, с другим человеком. Тоже мне это не очень подходит. И я начала искать варианты и попробовала посмотреть, какие русские хостинги у нас есть, на которые тоже можно загружать скриншоты, свои картинки. И нашла вот этот хостинг, на котором остановилась, и хочу его порекомендовать вам. Называется Yapix, он бесплатный, на нем элементарная регистрация, просто надо ввести свою почту и, по-моему, подтвердить код с почты, который приходит. Все. Здесь нет особых ограничений, то есть я буду пользоваться этим сайтом. В фотографии здесь изображения хранятся долго, вообще без ограничений. Как сюда их загрузить? И почему именно этот хостинг из всех остальных? Потому что на него можно загружать скриншоты. Например, я нажимаю у себя горячие клавиши, делаю скриншот. Мне очень быстро надо сделать. Сделала скриншот. После этого вы просто нажимаете Ctrl V и нигде этот скриншот не надо сохранять. И он у вас сюда вставляется. Так, еще раз попробую. Ну, бывает всякое, не всегда срабатывает. Вот. Одну секундочку. Ага, вот. Все, этот скриншот вставляется. Вы нажимаете кнопочку приватный обязательно, чтобы остальные пользователи этого сообщества не видели ваши работы. Потом сохранить. И, собственно говоря, все. Дело сделано. Что теперь надо? Взять URL-адрес. Нажимаем копировать URL-адрес. Либо можно зайти вот сюда. И здесь тоже есть варианты различные, но нам нужен только один. Это вот этот. Прямая ссылка на изображение. Тоже можно его скопировать. Потом мы идем на Pikimony и там вставляем этот URL-адрес. Но еще хотела показать. Так, еще раз. Как мы сюда вносим наше изображение? Заходим. Загрузить альбом. Альбом. Одно изображение. Это все равно. То есть альбом равен одному изображению. Потом либо сразу делаем скриншот на месте. И нажимаем сразу просто Ctrl V и вставляем его сюда. Либо приклеим выбрать. Выбираем нужное нам изображение. Я же сегодня на всем потренировалась. В общем, неважно. Вот это, допустим. Окей. Оно загрузилось. Нажимаем приватный. Сохранить. Все. Оно у нас есть. Мы можем с ним работать. Где искать все эти остальные изображения? Заходим к себе вот сюда. В альбомы. И мы их все видим. Ну, либо вы сразу копируете URL, либо потом сюда можете перейти. Просто кликайте и копируете. Есть еще такой момент. Вы можете выбирать разрешение. То есть лучше или хуже качество делать. Я попробовала. Вот что у меня получилось. Одну и ту же страничку я сохранила несколько раз. И вот это вот оригинал, который я скачала с Телеграма. Это я сделала плохое разрешение. Ну, как вы видите, просто экспериментировала. Делать его хуже не надо. То есть уменьшать цифры. Это я увеличила сильное разрешение до 2000 пикселей. Как вы видите, разница небольшая. В этом смысла нет. И здесь я сделала скриншот изображения. И потом его вставила. Ну, хуже качества. То есть лучше всего, конечно, скачивать работу детей себе на компьютер. И потом уже их закидывать вот сюда и присваивать им URL. Напоминаю, как мы вставляем URL. Заходим в упражнение Not Only for Christmas. Оно самое удобное, потому что здесь мы можем пользоваться поинтерами. И сделать текстовые коллекции. Какие-то картинки вот здесь дополнительные использовать. И вот здесь в эту коллекцию мы вставляем там, где у нас add URL address. Вот сюда вот. Все.